Риск распространения кори в Молдове высок. Об этом заявили представители Национального агентства общественного здоровья после выявления двух случаев заболевания на территории Молдовы, а также объявления эпидемии кори в Румынии. В НАОС призвали граждан вакцинировать детей, поскольку корь чрезвычайно заразна, передается воздушно-капельным путем и непривытые дети в группе риска. Заместитель директора НАОС Вячеслав Гуцу сообщил нашему телеканалу, что недавно увернувшийся из Российской Федерации ребенка из муниципалитета Сорок был подтвержден случай кори. От него зародился еще один несовершеннолетний. По его словам, ни один из этих двух детей не был привит от кори. Детей уже выписали из больницы с предписанием избегать контактов с другими людьми. Детей уже выписали, у них не было осложнений. У пациентов была только высокая температура и характерные красные пятна. Они были изолированы в инфекционном блоке районной больницы в Сороках. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, они уже дома. Однако риск заболевания кори в стране все равно есть, потому что в Румынии сейчас эпидемия кори. Мы находимся на границе с этой страной, где уже зарегистрировано много случаев. Сейчас, с наступлением зимних праздников, люди уезжают отдыхать. И, конечно, есть риск контакта с заболевшими и дальнейшего распространения инфекции. Есть риски и со стороны Украины, потому что и там зарегистрировано много случаев. Вячеслав Гуцу отметил, что симптомы кори обычно проявляются через 10-14 дней после контакта с вирусом. Среди основных симптомов – воспаление глаз, боя света, а также ярко выраженная сыпь, которая проявляется на 3-4 день болезни. Среди основных симптомов кори высокая температура обычно выше 38,5 градусов. Специфическая красная сыпь на теле. Сначала сыпь появляется на лице, затем на шее, а затем по всему телу, включая ноги. По статистике, это самый распространенный симптом, который проявляется у всех детей, заболевших корью. Есть риск возникновения и осложнений в виде ларингита, пневмонии, отита и менингита. Такие осложнения могут появляться у 10-20% детей. По данным НАОС, уровень вакцинации против кори у детей, достигших годовалого возраста, составляет 84,2%. Тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 95%. Однократная доза вакцины обеспечивает предотвращение заболевания на 97%. Вячеслав Гуцу отметил, что риск распространения инфекции гораздо выше, если речь идет не об отдельных случаях, а о сообществах, не прошедших иммунизацию. Мы рекомендуем всем семьям, в которых есть непривитые дети, очень внимательно проанализировать ситуацию и записаться на программу вакцинации. Детям, которым уже есть один год или 20 месяцев, рекомендуется как можно скорее записаться на вакцинацию. Вакцинация против кори делается одной дозой, вторая доза делается уже в 7 лет, третья — в 15 лет. Конечно, мы рекомендуем людям, которые планируют поехать или уже поехали в Румынию, перед этим вакцинировать детей, в случае, если они не привиты. Стоит отметить, что в некоторых учебных заведениях родители попросили предъявить справки от семейного врача о сделанном детям прививках. В Министерстве образования и науки ранее уточнили, что приказа на этот счет не было, но образовательные учреждения могут запросить такие данные.